Добрый вечер, мои дорогие зрители! Вы на моём канале, а я автор этого потрясающего канала. В прошлом ролике мы пытались научиться рисовать. Что ж, в этом ролике мы будем снова рисовать, потому что это единственное, что я делаю на этом канале, я только рисую. Но мы будем рисовать анимацию. А именно анимационный мем. И как любой нормальный аниматор, мы не будем делать просто какую-то анимацию, мы сделаем мем-анимацию. Ну, вы знаете, эти обычные видео на ютубчике под музыку, где какой-то рандомный персонаж тёргает башку, и у него, по-моему, эпилепсия. Но мы поняли. И что же нам нужно, чтобы взять и начать нашу анимацию? Для начала нам нужна музыка. Погуляв немножко в ТикТоке, я нашла потрясающую, ну, и не совсем музыку для анимации. Короче, да, мы нашли музыку. Она очень релаксивная, очень она нам нравится. И что же мы делаем? То есть для начала открываем файл. В идеале нам было бы неплохо скачать саму музыку и под неё уже сделать анимацию. Потому что в таком случае анимация и музыка будут синхронизироваться. И, соответственно, анимация будет лучше, плавнее и, естественно, под бит. Но так как поскольку я не могу скачать музыку, мне придётся делать всё наугад. Начинаем! Для начала, как любой нормальный аниматор, мы берём и начинаем рисовать keyframe. Ключевые кадры. Эти кадры являются основными кадрами всей анимации по той простой причине, что именно они являются началом и концом движения. То есть начало, конец. Приступаем. Я хочу нарисовать такую же релаксивную музяку, точнее, ну, такую же релаксивную анимацию, как только что и было, я не знаю. Поэтому я беру, рисую обычное тело, обычное человеческое тело. И вот так вот. Вот как-то так. Конечно же, изменений никаких нет. Если мы активируем анимацию, то оно будет странно себя чувствовать. Но это только начало. Значит, нарисовали мы две основные кадры, где как оно начинается и как оно заканчивается. Как вы уже могли понять, я собираюсь сделать довольно простую анимацию, гиф-анимацию, луп-анимацию, называйте как хотите, но она крутится вокруг самой себя, а значит она бесконечна. Я забыла свою самую главную фишку. Йоу. И как я такое мог забыть? Забыла про мои очочки. Смотрите, какой офигенный в очочках. Значит, снова рисуем голову, а тело мы нарисуем по-другому. То есть сейчас мы перешли к промежуточным кадрам. Нет. Это всё ещё, по-моему, ки-фрейм, потому что оно тоже определяет как бы движение, где оно как двигается. Мы изменяем этот кадр тем, что мы поворачиваем тело куда-то. То есть я не знаю куда, но мы должны его как-то повернуть так, чтобы он был, чтобы нас персонаж бёдерами шевелил, просто типа танцует. Ну вы поняли, да? Новый кадр, новый кадр, и уже в другую сторону у нас идут бёдеры. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Только посмотрите делать не вот так вот. Значит, у нас уже есть анимация. Если мы включим сейчас анимацию, оно всё ещё выглядит хреново, но оно двигается. А значит, мы идём на правильном пути. Дальше. Чтобы сделать нашу анимацию адекватной, и не как сейчас, мы, естественно, добавляем уже наши промежуточные кадры. Прямежуточные кадры легче всего не совсем рисовать, а скорее... Так, назад. Как мы знаем, промежуточные кадры доделывают движение, но в нашем случае мы не доделываем движение, мы скорее... Сука, что я пытаюсь сказать? Я аниматор, я знаю, что я хочу сделать, но я понятия не имею, как это объяснить. ЧАРТ! Вот, мы добавили, значит, немножко промежуточных кадров. Самое главное, что промежуточные кадры мы добавляем не посередине, как мы делали это до этого с ключевыми кадрами. Мы добавляем их ближе к ключевым кадрам. Это сделано для того, чтобы, так сказать, сделать небольшие перерывы между движением, из-за чего наше движение кажется более плавным. При этом позволяя нашему движению, а именно движению бёдер, немножко остановиться на них и делать на них акцент, потому что мы стараемся делать акцент именно на бёдрах. Именно на то, что они двигаются. Именно поэтому мы добавляем промежуточные кадры ближе к ключевым кадрам. Мне кажется, у меня не хватает кадров. Она пытается работать в 60 фпс. Какого хрена она так быстро пытается работать? Ну, убери свою долбанную 60 фпс. Нам не нужно, чтобы она работала в 60 фпс. Я вам объясню, почему. Потому что это слишком быстро. Тьфи! По неприятному обстоятельству, мне придется удалить все эти гады, потому что она не работает ни херя. И... Оно не работает! И что вы от меня хотите? Чтобы я пыталась работать с тем, что не работает, поэтому заново все делаем. Супер. Окей! Мы переделали. И теперь, как вы можете видеть, из-за менее количества промежутков, то есть из-за более маленького фрейма, то есть фпс, оно выглядит гораздо лучше. Продолжаем работать в том же духе. Ну, мы вроде бы как сделали анимацию, да? Клёво! У нас есть анимация! Потрясающе! Но... У нас нет рук. С ума сейчас сойду. Думала еще по-быстренькому, сяду, сделаю какую-нибудь веселую анимацию про то, как я делаю анимации, видео про то, как я сделаю анимацию. А не херема. Это казалось сложнее, чем я думала. Я могу вам сказать вот так вот. Так вот, поскольку я не хочу сейчас особо заморачиваться над лапками, мы возьмем и сделаем банальную систему, создаем, значит, новый слой анимационный. Создали, значит, новый кадр, и на этом кадре мы рисуем руки. Однако не просто рисуем руки, мы используем TVAnimation. Ну, короче, мы сделали анимацию, клёво, потрясающе! Теперь мы должны нажать на вот эту вот кнопочку. И вот теперь, видите, там, где оно активно меняет, мы добавляем новый кадр, и... Так вот. Потрясающе! И теперь смотрим. Окей, подождите-ка, я знаю, что-то надо добавить. Давайте скажем, что у меня просто нету идей, и я очень ленивый, чтобы адекватно рисовать. Но давайте будем честны, это лучше, чем если бы я сидела это и пока дарила рисовала. Потому что... Как? Идеально. Теперь, конечно же, самое последнее. Чтобы доделать, наконец-то, нашу анимацию... Нам нужно её доделать, сука. Мы, значит, сделали нашу анимацию, да, конечно, она потрясающая, но это даже не персонаж. Нам нужен персонаж. Наш. Тик. Идеально! Короче, народ, сейчас вам такое я расскажу. К моему большому сожалению, у меня не получилось нормально смонтировать анимацию, нормально её подкорректировать под музыку. И у меня суки поджимали, короче, всё очень плохо. Ну, что я вам могу сказать? В целом, анимация хорошая. То есть, по крайней мере, мне она нравится. Если вы её, там, не знаю, хотите посмотреть, там, почилить с ней, или же скачать, можете у меня в Твиттере. Там, наверное, я её выложу. И, может быть, я всё-таки доделаю анимацию, постараюсь как-нибудь её подкорректировать, как-нибудь доработать, уже всё вручную, дорисовываю. И, может быть, я даже выпущу это в ТикТок. А если получится, я обязательно оставлю ссылку на это видео. А на данный момент могу с вами только попрощаться. В целом, я надеюсь, это видео вам было полезно. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Надеюсь, оно вам понравилось. А сейчас всё. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, у вас будет хороший день. До свидания. А то почему я не умею мальтировать? А-а-а!